Пока власть Китая борется с последствиями наводнений, на рынках страны растут цены на овощи. Подорожали все сорта. В некоторых провинциях даже с наценкой их не везде купишь. Во многих ресторанах нет блюд из овощей. Несмотря на это, эксперты призывают местных жителей не паниковать и уверяют, что ситуация нормализуется уже в ближайшее время. Проливные дожди в 11 провинциях Китая нанесли большой урон аграрному сектору страны. Затоплены пахотные поля, портятся овощи и фрукты. Фермеры подсчитывают убытки, экономисты прогнозируют рост цен на сельхозпродукцию. Сейчас недостаточно овощей. Обычно мы собираем больше 10 тысяч килограммов, а сейчас только 5 тысяч. Народных цен на многие овощи выросли на 20%. В критической ситуации уезд Маян провинции Хунань. Более 400 фермеров понесли убытки от ненастия. Местные власти призывают не опускать руки и собирать сохранившийся урожай на продажу. Нам удалось спасти чеснок 1500 килограммов и лук около 500 килограммов. В городе Ухань провинции Хубэй средние цены на 20 видов овощей за неделю повысились на 24%. Почти все овощи подорожали. Во многих ресторанах даже нет блюд из овощей. По мнению специалистов, колебание цен на овощи является краткосрочным явлением и на экономическую Китай не окажет сильного влияния. Стихийные бедствия, конечно же, влияют на вырожай, транспортировку овощей и на рынок в целом. В краткосрочной перспективе это может стать причиной инфляционного роста цен. Но в токосрочной перспективе мы не ожидаем серьезного влияния. По последним данным, индекс потребительских цен за июль в общем сохраняет стабильность. Несмотря на снижение производства продуктов питания из-за наводнения, государство будет стараться балансировать инфляцию.